Илья Александрович очень любил логический подход. Он всегда говорил, а вот как развивается фраза, куда она идёт? Вот эмоционально, но при этом осмысленно. Я думаю, что вот это соединение двух, можно сказать, противоположных ипостасей является одним из величайших камней его школы, потому что у него мы учились и логике, и эмоциональному какому-то отношению. Я счастлив, что я всё-таки с ним общался довольно долго, потому что ему тогда было ещё где-то 60 лет, когда я начал у него учиться, и он был в самом рассвете. Один раз просто по радио я услышал, что объявляется лекция искусства дирижёра, профессор Бусин, который будет читать эту лекцию в Институте театра музыки и кинематографии, который сейчас называется «Зубовский особняк». И я туда пошёл, и я, 16-летний мальчишка, брался храбрости и подошёл к нему, представился, сказал, что я учусь в музыкальной школе, мечтаю о дирижировании. И он позволил мне себя проводить до дому, а он жил тогда на Сеной. Но вот этот путь, я считаю, что для меня явился окончательным, так сказать, решением, потому что говорить с ним было так интересно, и он так доброжелательно общался со мной, со всем с юнцом, что мне захотелось приходить к нему в консерваторию. Он меня туда пригласил, и я стал туда бегать, вот, и, так сказать, с той поры я не помышлял никакого другого направления или о чём-то, только вот в классе у Мусина. У нас каждые полгода был так называемый коллоквиум. Коллоквиум нам давали большой список произведений, которые нужно было знать досконально. В результате к пятому курсу мы весь основной симфонический репортаж должны были знать очень хорошо. А тут уже шёл такой аспект, иногда профессор что-то говорил, вам надо это. Предположим, человек, у которого было меньше эмоциональности, он ему давал более эмоциональное произведение, чтобы он старался из себя. Человек, который дежурил очень разбросанно, он давал ему какую-нибудь строгую классику, чтобы студент организовался. Он был мягкотребовательным. То есть некоторые, так сказать, педагоги, я знаю и в моё время, и потом, очень здорово заводились и кричали на студентов. Это даёт малый эффект, потому что человек же тоже сковывается, любой человек в любой профессии. Вот. Илья Александрович всегда старался объяснить, что нехорошо. Он очень часто любил, и даже любил это, сам вставал за пульт и дирижировал. И если у ученика не получалось, он говорил, попробуйте сделать, как я. Для того, чтобы сделать крещендо, нужно сперва убрать жест. Ра-та-та-тим-та, ра-та-тим-та, ра-та-та-та-та-там. Па-та-та-та-та-там. Та и последний раз, самый высокий. Вы злоупотребляете иногда жест. Это хорошо оркестру, как-то вдохновляет оркестру. Но это по существу всё равно так. Если бы вы поощряли кого-то работу, говорили, давай, давай, давай. А что давать, неизвестно. Понимаете? Поэтому вот не нужно говорить, давай, давай. А вы точно рассчитайте где тише, где громче, где что нужно. Он всё время говорил, вот от него я выучил это слово на всю жизнь, образность музыки. Образность. Это тоже был его конёк. И он всё время нам говорил, ну а как вы думаете, что вот ваше личное субъективное представление о том или ином кусочке, о той или иной части, о том или ином композиторе. О чём эта музыка? Попытаться услышать её своим эмоциональным каким-то камертоном, постараться увидеть в ней то, что вам близко. Вот сразу какая-то катастрофа. На бат здесь звучит. Поэтому вы должны, как будто сами бьёте колокол. Вот это литавры или контрабасы, контрфаготы. Раааам, пам, там, пам. В 30-е годы до Мравинского был руководителем, немецкий дирижёр Фрид Штидри, который взял из себя двух ассистентов. Этими ассистентами были Евгений Александрович Мравинский и Илья Александрович Мусин. Ему пришлось очень много дирижировать. То есть он уже, так сказать, руку набил, будучи молодым человеком. Он рассказывал, что в те времена в оркестре был знаменитый виолончелист, концертменсер группы по фамилии Брик, который определял отношение оркестра к молодому дирижёру, исходя из своих собственных ощущений. Если, говорят, он начинал размахивать смычком так, что это самое, как бы поперёк того, что дирижирует дирижёр, это было ясно, что этот дирижёр оркестру не нравится, и он нехорошо дирижирует. Если он начинал играть с увлечением, потому что он был ещё из царского оркестра, вы понимаете, он помнил живым Чайковского, Римского, Корсакова, Лядова и прочих-прочих великих композиторов. И вот он рассказывал, что вначале тот тоже размахивал смычком, не соглашаясь с мнениями Илья Александровича, молодого Мусина, а потом всё больше и больше стал играть. Это было очень приятно, потому что, значит, он признал его талант. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Илья Александрович обязательно приходил, приходил на концерты к своим ученикам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И можно было с ним потом поговорить по телефону на следующий день, услышать его, так сказать, критику или что-то, что было хорошо. Он как-то, так сказать, всегда хорошо говорил. Он вас никогда не унижал. Он вас, знаете, говорят, что камня на камне не оставил, вот это плохо. Даже если что-то получалось нехорошо, он так говорил, что вы должны были естественным образом думать об этом, почему это не получилось хорошо. При этом он говорил очень четко, но доброжелательно. Вот эта вот вера какая-то в тебя и доброжелательство педагога – это тоже одно из его свойств великих, свойств великого педагога. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...